А вот как к тебе папа относился, когда ты была в возрасте, ну, среднего, подростком когда была? Давай уже не как подростка, можешь сказать, да, уж постарше, как юность это назовём. Да. Ну, я уже сказала, что твой дедушка мой, папа был алкаш. Ну, что хочу сказать. Случай был один такой очень интересный. Я считаю, что дочка моя всё должна знать. Он что-то, в общем, у него поехало в голове, пьяный, не знаю, по какому там поводу. Носился за моей мамой, то есть за бабой Людой, с ножом. Ну, и, в общем, за нами также побегал. Вот где-то там у шкафов мы, в общем, стояли, зажимались, прятались. Вот такой был интересный случай. Ну, конечно, он ничего не сделал. И после этого мама на него решила написать заявление. Тогда милиция была, не полиция. Помню, как мы туда пешком шли, на посёлок. Мне было так и идти неохотой. Так, продолжаем. Так это всё и неприятно. С нами шла ещё наша тётка, моя сестра. Ну, в общем, посидел он там сутки и вышел обратно. Вот такая история. Что ещё хотела бы ты узнать? Ну, как тебе мама относилась? Ну, вот, как относилась. Сейчас расскажу тоже такое интересное. У нас была дача. Отец там уже работать отказывался, хотя жил с нами и тоже кушал наши продукты. Я пешком ходила целый час по очень страшной дороге. Там могли меня изнасиловать, убить и всё, что угодно. Одна. Она с сестрой ездили, поскольку она была инвалид, на автобусе. Я таскала тяжеленные сумки, тяжёлую воду, вёдра, чтобы поливать. И, в общем, только обратно из-за тяжёлых сумок за меня оплачивали проезд. Я ехала. Один раз меня встретили мужчина-женщина на машине. Спросили, девочка, ты куда идёшь? Нам вот лагерь бы тут. Ну, я им объяснила примерно где. Она говорит, давай мы тебя довезём. Я говорю, так мне вроде не в ту сторону, а в другую. И вообще они сказали, что... Ну, типа я им лагерь должна была показать. Потом бы меня отвезли, куда мне надо. Естественно, меня бы наорала мать. Она ведь уже с сестрой бы приехала. Вот. И они сказали, а ваша мать не боится, что вас изнасилуют и убьют? Ну, там вот просто лес, поля. То есть, ну, вот хоть кто-то мог идти. Не знаю, меня какая-то сила, видимо, охраняла. Вот так. И теперь у меня грыжа огромная в шее и вообще в грудном, в позвонок.